На русском, испанском и английском. Экодиктант на этот раз в статусе международного и проходит сразу в 12 странах. Крестик в бланке, как неравнодушие к миру и всему живому. Какой из перечисленных газов не относится к парниковым? Несколько форматов – онлайн и оффлайн. В Алтайском крае очные площадки, как исключение для школьников и студентов. Их проводят в закрытой форме, а это значит, что присоединиться к ним нельзя. Остальные тесты решают на сайте. Кстати, на этот раз взрослых поделили на две категории – с экологическим образованием и без. Каждому предстоит ответить на 25 вопросов, а это 12 тем. Зеленые финансы, отходы, лес и другие. Выбирали их сами люди. Так или иначе, каждый правильный ответ – это один балл. Те, кто наберут 16, уже станут призерами. Сейчас уже не стоит вопрос о том, в каких средах нет пластика. Стоит вопрос о том, в каком количестве он содержится там. И только в руках человека, каждого из нас, сделать это количество меньше. Экодиктант – это на самом деле не просто проверка экологической грамотности. Отвечая на вопросы, готовясь к экодиктанту, можно почерпнуть много информации, практических действий, которые доступны для каждого. На сайте этому посвящен целый раздел. Провалившись в экознания, можно найти литературу и видеолекции для каждой группы участников. Например, взрослые узнают, чем отличается лес, который посадили люди, а не природа. Как тебе вопросы? Сложно, нет? Думаю, это было бы уточнить некоторые вопросы. Если бы все знали ответы на эти вопросы, наша жизнь была бы чище и лучше. Думаю, да. Проверить себя можно до 21 ноября включительно. Сейчас этим заняты жители США, Франции и стран СНГ. Это тысячи людей. Сегодня знания по экологии так же ценны, как финансовая грамотность. Анастасия Наборщикова, Александр Андропов. День с толком.